Здравствуйте, я Самарёв Роман Станиславович, доцент кафедры компьютерной системы и сети БТУ имени Бауна. Это курс языки интернет-программирования, и сегодня мы рассмотрим 15-ю лекцию, посвященную CMS, или Content Management Systems. Мы рассмотрим назначения CMS, разновидности, а также посмотрим некоторые примеры. Прежде всего, что такое CMS, или Content Management System? Это информационная система, используемая для организации совместного доступа и управления содержимым. Строго говоря, существует очень широкая интерпретация того, что такое CMS. CMS — это, во-первых, инструмент для создания контента, управления, хранения, предоставления и поиск информации, и обеспечение доступа к информации различных типов. То есть документы, видео, изображения и звук. И под это определение попадает очень широкий спектр информационных систем. По принципу работы CMS можно условно разделить на следующие категории. Это CMS с динамической генерацией страниц. То есть что это такое? Вы заходите на какую-то CMS, или какую-то систему информационную. Вы делаете запрос, и по вашему запросу генерируется соответствующая страница. Этот подход, по сути, наиболее гибкий. Ну, где он применяется? Прежде всего, это традиционный пример этой новости. Это интернет-магазины. То есть в чем суть вопроса? В том, что у вас нет статического контента, и этот самый контент вам нужно взять из базы данных и генерировать на основе него страницы. Могут быть CMS по принципу работы с генерацией передактирования. В этом случае, что это значит? Это значит, что вы можете изменить содержимое страниц, но как только вы изменили страницу, создается статическая страница, которая дальше будет выдаваться по запросу. В случае динамической генерации страниц данные будут взяты из базы данных. В случае генерации при редактировании, один раз вы отредактировали страницу, и эта страница дальше помещается в какой-то кэш. Он помещается как статический файл на диск, ну и, соответственно, пользователь обращается к этой странице. А также возможен смешанный вариант. Когда часть страниц генерируется как статические страницы, это нужно в тех случаях, когда идет большая интенсивность обращения к определенным страницам. Выгоднее их запишировать и не перегенерировать их каждый раз. Ну и, соответственно, появляется некоторое количество страниц, которые должны динамически обновляться. Ну, разделение и принцип классификации, тот, который взложен на данном слайде, он достаточно условен. По назначению. CMS можно также условно разделить. Сайты-визитки, блоги, форумы, галереи, системы дистанционного обучения, системы для коллективной работы пользователей, вики, интернет-магазины, универсальные, ну и, в общем-то, можно придумать еще множество способов деления. То есть, эта классификация, опять же, основана, скорее, на том, что нет четкого определения, что такое контент-магазин и системы. То есть, любая система, которая позволяет добавлять какое-то пользовательское содержимое, в этом смысле может подпадать под CMS, ну, в случае, если она удовлетворяет требованиям, перечисленным ранее. То есть, возможность разместить это содержимое, найти и обеспечить его долговременное хранение, предоставить по запросу. Какие можно назвать CMS? Ну, из самых известных на данный момент, из самых широко используемых, это следует выделить WordPress, DuPAL, ну, некоторые другие, типа Joomla, Type 3, и прочее. Здесь есть один нюанс. Дело в том, что если мы посмотрим на то, какие CMS используются, то наиболее используемые CMS написаны на языке PHP. И тут, конечно же, можно задаться вопросом, зачем я читаю курс о Ruby, если наибольшее количество CMS, которое уже используется, написано на PHP. И ответ здесь очень прост. Дело все в том, что большинство CMS, которые используются в настоящее время, они были созданы в то время, когда основным языком программирования для веба был язык PHP. И чем хороши CMS? CMS хороши тем, что они уже созданы. Если вам нужно сдать какой-либо конкретный веб-проект, то очень часто не нужно писать новую информационную систему, новое веб-приложение, достаточно просто найти подходящую CMS. И в этом случае решение о выборе языка программирования уже является вторичным. В чем, в общем-то, смысл этой лекции? Смысл этой лекции заключается не в том, чтобы показать, какие бывают CMS. Акцент основной на то, что если даже вы являетесь веб-программистом, надо всегда задуматься о том, целесообразно ли разрабатывать новое веб-приложение, или просто взять готовое веб-приложение, которое вы можете доработать, или которое не надо дорабатывать, а можно просто дать воказчику после небольшой настройки. И именно поэтому в этот курс включена лекция по CMS. Но говоря о выборе технологий, выборе языка программирования, на котором реализована CMS, прежде всего следует задуматься о том, какого рода модификации вы будете делать. То есть, если вы не собираетесь вносить никакие модификации, самый простой ответ – взять самую популярную CMS, для которой существует большое количество готовых тем, готовых шаблонов, и просто на основе этой CMS сделать конкретный проект, сдать его заказчику. Говоря о стоимости внедрения, ну, на данный момент можно говорить, что типовой веб-сайт можно, в принципе, сделать, который будет хорошо вашим заказчикам, за сумму 50 тысяч рублей. То есть, эта сумма, в принципе, соизмерима с месячной зарплатой хорошего программиста, даже не самого лучшего программиста. Поэтому следует оценивать, что лучше взять, готовый CMS, который уже разработан кем-то, уже разработан с применением профессиональных дизайнеров, хорошо продуманный интерфейс, хорошо продуманная и отлаженная система хранения, или же доверить работу какому-либо программисту. Скорее всего, за месяц даже хороший программист не разработает серьезную CMS уровня WordPress, даже если отбросить ненужные функции. Таким образом, получается, что CMS, в общем-то, это то, что позволяет избежать написания нового велосипеда, это то, что позволяет взять почти готовое средство, настроить его и отдать заказчику. Ну, а в тех случаях, когда вам нужно доработать и внести какие-то новые функции, тогда следует задуматься о языке программирования, на котором реализованы CMS. И именно поэтому сегодня в рамках этой лекции я буду рассказывать не только о тех средствах, которые есть на РУБе, хотя, естественно, оценка на них, но и в том числе о тех средствах, которые есть вообще, о тех средствах, которые могут быть рассмотрены, как могут считаться CMS. Что можно сказать о CMS? Ну, как я уже успел упомянуть, самое распространенное CMS написано на PHP. И если мы будем говорить о количестве веб-приложений, которые существуют сейчас в интернете, PHP — это тот язык, который используется в большинстве внедрений. Но это совершенно ничего не говорит о том, сколько сейчас программистов на PHP. Дело все в том, что для типовых решений, которые могут быть легко тиражированы, опять же, в силу того, что это типовые решения, язык программирования, на котором они созданы, уходит на второй план. И именно поэтому количество внедрений на PHP наибольшее, но количество программистов на PHP сложно сказать, какое сейчас есть по отношению к программистам на других рисках программирования, типа, например, Ruby. В этом списке, который здесь приводится, отдельно выделены CMS 1S Bitrix. То есть, ну, в чем особенность? То есть, те, которые перечислены здесь выше, это Open Source CMS, которые доступны бесплатно, а 1S Bitrix — это то, что производится и предлагается компания 1S. То есть, это CMS платная, но, с другой стороны, вы получаете гарантированную поддержку. То есть, еще один из аспектов — это поддержка CMS. Естественно, в любом программном продукте будут потенциальные ошибки. И эти ошибки надо исправлять. Совсем не факт, что в Open Source CMS вы получите быстрое исправление конкретно тех ошибок, которые будут выявлены в вашем случае. Второй вопрос — это интеграция с прочими сторонными информационными системами. Например, если вы используете продукты 1S, то, значит, вы получите легкую интеграцию с 1S, например, если это вам нужно. Ну и отдельно здесь выделены средства, достаточно тяжелые CMS, скорее средства для коллективной работы и средства для создания порталов, от Fresco и LiveProject. Это Java-проекты, они достаточно тяжелые, и они чаще нужны в тех случаях, когда вам нужно написать серьезные проекты по интеграции, например, корпоративных информационных систем. Где смотреть обзор CMS? Достаточно удобный сайт, называется Open Source CMS. Что это такое? Это столог именно Open Source CMS, то есть тех CMS, которые доступны в открытом исходном коде. Здесь есть рейтинг. Конкретно как они составляют этот рейтинг, я не сказать сейчас не могу, но можем, тем не менее, посмотреть по количеству звезд, по количеству обновлений, по тому, насколько часто обновляется эта CMS. И самое интересное, что здесь есть, это возможность сразу посмотреть, как выглядит конкретная CMS. То есть для того, чтобы оценить при помощи этого сайта, как работает CMS, не надо устанавливать ее самому. Нам просто нужно воспользоваться сервисом, который дает этот сайт, и просто перейти по ссылке, в которой мы можем посмотреть, как выглядит та или иная CMS. Кроме того, здесь есть классификация CMS по категориям. Категории, которые они здесь выделили, это несколько не те категории, которые я уже показывал, но в целом, например, платформа блогов, платформа управления предприятием, электронная коммерция, форумы и прочее. Включая LMS, например, это система управления контентом для образовательных систем. Кроме того, на русском языке можно рекомендовать сайт CMS-лист, ну или CMS-магазин с локализованным. Обращаю здесь внимание на то, что CMS и рейтинг их популярности зависит от региона внедрения. В большинстве стран будет WordPress, BluePound, например, на первых местах. У нас 1S-Bitrix может оказаться гораздо на более серьезных позициях, просто потому, что это региональный. То же самое касается прочих региональных рынков. Когда вы рассматриваете создание CMS для заказчика, который находится на территории другой страны, надо смотреть, каковы специфики, какие CMS наиболее популярны именно в его стране, в силу того, что надо решать вопрос поддержки. То есть, если CMS следует отдать ему поддержку самому, то лучше выбирать то, что более популярно в его стране. Если оставлять у себя поддержки, в этом случае решаем, в зависимости от того, какими ресурсами мы предполагаем сами. Первый пример CMS – это простейшие сайты-визитки. Ну и зачем они нужны? Если вы хотите разместить в портфолио краткую информацию, например, о компании, но вы не собираетесь предоставлять никакие динамические сведения, то есть у вас нет каталога, который постоянно обновляется, ваши новости обновляются редко, в этом случае вам абсолютно не нужно брать тяжелый CMS. Вы можете взять простой сайт-визитку, и сайт-визитка выглядит примерно следующим образом. Слово сказать, обращая внимание на то, что хороший CMS, сайт любой хороший CMS размещается при помощи этой же самой CMS. То есть, сама CMS должна рекламировать себя. Именно поэтому всегда перед выбором CMS, если это не самая распространенная CMS, смотрите, на чем выполнен ее сайт. Сайт get-simple-CMS выполнен на simple-CMS. Таким образом вы можете посмотреть и оценить возможности, которые предоставляет эта самая CMS. Get-simple-CMS называется не просто так get-simple, это действительно простая CMS. То есть, что представляет типовая CMS? Это меню. Меню должно быть настраиваемым. В этом меню вы можете писать статьи, и в рамках меню вы можете включать разделы и делать переходы на другие разделы. Например, вот я перешел на community forum и получил выход на совершенно другой раздел. Кроме того, нас интересует демо. Демо. Можно попробовать дойти здесь. К сожалению, некоторые сайты несколько безаладерно относятся в поддержке собственных демонстражей. Здесь мы видим переход на OpenSource CMS, и как раз с их помощью мы можем посмотреть панель администрирования. Мы воспользуемся логин-паролем, который у нас приведен здесь. То есть, логин-пароль OpenSource CMS. Мы попали в раздел администрирования этой самой CMS. Что мы видим? Мы видим возможность создавать страницы. То есть, требование CMS это возможность создавать страницы. Естественно, это базовое требование. Если CMS не позволяет создавать страницы, то зачем она нужна? В этом случае мы можем создать новую страницу. Меню. То есть, мы можем просмотреть, мы можем создать новую страницу, дать ей название. кроме того мы можем сказать видимо ли это страница мы можем связать страницы в иерархию мы можем указывать какой шаблон у нас используем этой странице когда специально ссылку это возможность сделать какую-то специальную ссылку на которую мы можем оставаться на указать теги которые будут нужны для поиски метод данные плюс у нас есть возможность указать о чем эта страница написать тот самый контент то есть содержимое например вот так и выделить выравнивание шрифт после чего мы можем сказать сохранить мы получили страницу страницу которую мы можем редактировать страницу который здесь заговорит естественно мы можем на любой 7 управлять меню то есть создать те разделы меню которые будут выражаться мы можем присоединить статические файлы то есть несмотря на то что get simple это поставить cms ну естественно мы можем сюда загрузить любые файлы которые можно обновать пользователем раздел тем это возможность выбрать какую-то тему которая даст нам цветовую схема оформления и соответствующие колонки с информацией колонки для размещения информации эти темы могут быть тандартными то есть прилагаемыми уже в рамках данные cms либо их можно заказать или разработать сами кроме того можно создавать backup то есть резервные копии и воспользоваться сторонними плагинами то есть хорошая cms даже если это простая cms будет предоставлять возможность установить дополнительные модули на основе которых можно расширить дополнительные функции получить дополнительные возможности в этой cms то есть ну итог что после того как мы настроили после того как мы создали все страницы мы можем просто-напросто смотреть как выглядит эта страница как выглядит этот сайт так здесь к сожалению я не уверен что все является работоспособным мы можем проверить да к сожалению к сожалению стиле отсутствует эта проблема это вопрос к тому сайту который обеспечивает размещение то есть open source cms настоящее время к сожалению следит плохо но и к слову сказать говоря о тестировании в приложении сейчас мы заселяем классический вариант когда владельцы из-за того что недостаточно протестировали собственных программных продуктов в приложении потеряли возможность оповещения о том что что-то не так на этом сайте open source cms есть возможность сообщить о том что есть какие-то проблемы примерно радиоконтакт но проблема заключается в том что они не протестировали забыли обновить ключи для река чек как следствие сейчас никто не имеет возможности через только на вообще не которые уважили создатель сайта контор cms отправить ему оповещение что-то не даже если пользователи неравнодушно не хотят привести потому что здесь есть проблемы сделать они традиционные способами не могут каналы взаимодействия обрублены полностью но это вопрос как раз к тому что собственно проект и собственное приложение надо контролирует вас во всех аспектах даже если ваше ресурс является популярным то любые сигналы либо искусственные сигналы например уменьшившиеся количество оповещения о том что у вас что-то не работает говорит потенциально не о том что у вас все это тот самый пример простенький cms которая годится очень большом количестве создательного сайта очень небольшое количество оповещения создательного сайта очень небольшое поэтому написав оповещение о том что у них не работает адрес электронной почты не удалось найти регистрации домена я не уверен что они получат тем не менее возвращаемся к нашей теме и get simple cms это тот самый пример простой cms который годится очень большом количестве случаев для описания статичной информации если вы хотите просто повесить резюме в этом случае вам не надо делать что-то сложное если вы хотите иметь возможность редактировать через веб страницы без какого-либо программирования то get simple cms это тот самый пример простой cms который может быть легко использован то есть основная цель любой cms это максимально сбежать в программирование а использоваться редактирование текста в виде максимально врученого для пользователя так чтобы содержимое этих страниц обновлялось без участия программиста из cms которые реализованы на руби он вред с бетим пасе нас насколько помню это не руби он релс это руби смс но не руби он релс из руби он релс можно назвать следующими репа не смотрим на чем сделан сайт рефайнер сайты файмери сделан на рефайнер и к слову сказать воспользовавшись в эпалайзер мы можем посмотреть на чем реализованы к сожалению в эпалайзер информация о том на чем он реализованы не для них это слишком редко 7 что мы здесь можем увидеть можем также увидеть типовой вариант и типовой пример что позволяет это cms то есть раздела меню иерархическое меню это возможность разместить какие-то статические страницы это возможность добавить определенный раздел видим что по крайней дате обновления 2018 год рефайнере cms это достаточно актуально если они занимаются поддержкой опять достаточно безобразное отношение как 7 из обновляется то есть демонстажки стиле повреждены значит посмотреть демонстажку нам сейчас не получится достоинство заключается в том что если мы захотим скачать если мы захотим установить сами то мы всегда можем просто-напросто воспользоваться инструкции к установке а мы видим что рефайнере cms это не что именно так библиотека то есть тот модуль гем который мы можем установить в рамках нашего рейл приложения и получить функции полный cms ну и здесь у нас есть homepage то есть коневая страница здесь мы уже были и исходники если они вам нужны если вы хотите что-то поправить кроме того мы видим потому что рефайнере cms это не что-нибудь дополнительный модуль который мы просто устанавливаем существующие рейл приложения и есть поддержка всех современных версий рейлс так не будем устанавливаться на этом подробно следующее легкое cms это радиансе радиансе и нас и типовую стиль как он выглядит представлена здесь естественно сайт рефайнере радиансе ms должен быть реализовано самой рейлс так опять мы видим безобразие забрали что у нас заброшен несколько сайт с демонстраткой то есть одна из причин почему разработчики перестает следить за этим вещами заключается в том что железо вообще обновляется но и даже если это и то машин с каким-то старым обновлением их надо старым окружением надо обновлять потенциально просто забирать лишних людей времени хватит к сожалению мы видим такое безобразное отношение мы можем посмотреть радиансе ms причем обращаем внимание что то что демонстрации не работает несмотря на то что это является нехорошим сигналом не всегда является признаком того что не следует использовать эту cms так радиансе ms нет я не могу ее найти но контур cms опять же по тому как разворачивают радиансе ms мы устанавливаем модуль gem то есть Ruby on Rails cms чем они хороши тем что мы просто устанавливаем соответствующую библиотеку и дальше имеем возможность работать с этими средствами которые развернуты причем более того поскольку это сегодняшно полноценные средства которые сделаны на базе Ruby on Rails вы можете разрабатывать свои функции также как вы не это будете это в рамках Ruby on Rails создания ну так же можно назвать Zeno легковесная CMS в том числе эта компания предлагает уже установление уже готовое окружение если вы хотите использовать CMS на базе Zeno вы просто можете оплатить сервис по размещению на их железе на их биртуальных машинах ну либо на тех биртуальных машинах которые они диригируют кому-то опять же установка как обычные библиотеки то есть где мы устанавливаем Zeno вот создаем новое Rails приложение нет здесь в данном случае при помощи ZMS мы создаем помощи Rails и после этого работаем с этим Ruby on Rails приложением браузер CMS опять же коммерческая компания которая поддерживает развитие этой самой CMS но в то же время мы видим в данном случае похоже это американцы точно это американцы потому что браузер медиа и RAC компания сам сайт реализован на браузер CMS то есть мы можем скачать CMS мы можем установить ее бесплатно и в то же время мы можем заказать платную поддержку если вам нужно добавить какие-то дополнительные функции дополнительные возможности дополнительную динамическую часть дополнительные оформления и прочее то есть вы просто обращаетесь компанией которая выпускает такие open-source CMS ну либо делаете все сами то же самое касается последний список это не полный список всех CMS которые можно найти тем и менее здесь мы можем видеть что например локомоиды в CMS достаточно обновляемой CMS то есть поддержка в последних трассе рейдов и достаточно высокая активность участия в проекте на GitHub то есть у консорса CMS с интенсивной поддержкой что можно отметить в сайтах визитках без съеменности дело все в том что не всегда требуется полноценная съеменность если вы способны написать текст разметки если вы способны вместить ваше приложение сами на соответствующем ресурсе на соответствующем хостинг-провайдере то вы можете написать простенький сайт я думаю, что большинство из вас уже видело как выглядит например Bootstrap приложение Bootstrap Boot... здесь написал с ошибкой, с запечаткой Bootstrap это типовой вариант оформления достаточно простой способ получить красивое выглячащее приложение в рамках которого вы можете сделать свой простенький сайт без CMS вообще зачем это может понадобиться? это может понадобиться в тех случаях когда вы хотите сделать элементарные сайты платить для него абсолютно именно например заказать виртуальную машину за 5 долларов в месяц вы можете разместить такой простенький сайт может даже еще дешевле а то что мы здесь видим это типовые темы которые можно купить в 50 долларов которые содержат большое количество разделов с красивым оформлением дизайнеры разработали уже профессиональные дизайнеры такие темы вы можете просто взять и использовать их как готовые средства тем, что на Bootstrap можно разработать достаточно простые сайты и бесплатные здесь возможность посмотреть демонстрацию здесь кто бы сказать о том как называются сайты разработанные на Bootstrap так называемые landing page то есть простенькие страницы такого вида у которых абсолютно минимум информации но это годится в том числе и для информации о резюме ну какие тут такие одностраничные с возможностью переключиться на admin секции сайта почему об этом надо думать потому что если вы способны написать какой-то код разметки написать код разметки на HTML или вы можете использовать prep либо вы можете использовать например тексту отметки на и в этом случае стойность поддержки ресурса который реализован без CMS вообще будет дешевле чем размещение любой CMS ну и более того очень легко балансировать и масштабировать нагрузку потому что здесь практически нет затрат на то чтобы поддерживать это цель из сайтов из средств которые доступны на Ruby для того чтобы написать уже нервные системы на более в языках например на Markdown Markdown это язык разметки который используется например GitHub что-то подобное используется в MediaWiki википедия Markdown может быть использован для создания своих сайтов и одно из средств это Middleman Middleman это еще один Ruby фреймлок то есть не Rails не Senato это отдельный фреймлок на базе которого вы можете разрабатывать простенькие сайты с поддержкой Markdown и один из наиболее известных примеров это генератор документации о котором я уже говорил в предыдущих лекциях доступен в открытом исходном коде и выглядит он следующим образом это сайт в виде полноценного сайта сайт для написания документации то есть если вы хотите сделать документацию то не обязательно можно создавать полноценные сайты вы можете воспользоваться высоковольным генератором на разметке Markdown который позволяет писать разделы сделать простейшее меню то есть разделы и добавить каждому разделу примеры на разных языках то есть это пожалуй самое известное применение middleman то есть чем хороша вот такая схема код разметки написан на тех языках в программе естественно для которых вы пишите но обрамнено все это разметкой на Markdown как писать есть исходные коды вот этого примера Slate и мы можем посмотреть раздел sources как раз и есть описание того сайта который будет доступен в качестве документации открываем файл на гитхаб естественно увидели все это несколько не только ображается на специализированном сайте почему потому что Markdown это тот формат который гитхаб пытается сообразить сам там используется несколько специфическая размер поэтому открываем в сыром виде файл Markdown можно даже открыть его нет к сожалению с подсветкой мы его не увидим мы видим разметку Markdown разметку разделов разметку пунктов меню и соответствующие вставки специфичные для всех языков программирования которые мы используем в этой документации и они должны здесь быть представлены в том порядке в котором мы их зарегистрировали в language tabs то есть используя Markdown в качестве основы мы просто используем спецразметку для данного сайта и получаем такую красивую выглядящую документацию внешний вид мы можем менять в общем то причина почему я отнесся к CMS она заключается в том что то что вы здесь можете разместить также можете настроить то есть хранение есть доступ есть изменения внешнего вида есть вы можете менять логотипы вы можете использовать разные темы и таким образом вы получаете по сути адаптированные под ваши конкретные нужды сайт единственное о чем предупреждаю что если вы используете сторонний open source CMS то вы должны указывать что этот сайт разработан при помощи CMS-допута если вы делаете при помощи коммерческих CMS все зависит от того договора на основе которого вы купили это CMS по сути это не что иное как реклама этих средств модель которых вы это выполнили если вы используете чужие продукты бесплатно то по крайней мере можно таким образом сказать спасибо разработчикам и сосаться на них с тем чтобы может быть кто-нибудь когда-нибудь закажет у них платную работу ну и опять же это приятно разработчикам знать что они кем-то используются кроме того для маркдаун достаточно популярные средства которые называются джекилл инструмент инструмент на базе которого можно делать статические сайты можно как здесь примеры кастомизации то есть примеры адаптации по конкретному заказчику джинейшин возможности делать несколько страниц есть ну тот вид который здесь представлен скорее типичный пример использования кроме того на базе ее можно делать различные блоги закрыли страниц которые не нужны кроме них также в общем-то их статических страниц есть очень много и как нарубит на прочих языках на прочих языках достаточно перспективно хьюга причем написано на языке голу почему я говорю что перспективно потому что из достаточно перспективно с точки зрения производительности языков программирования для веба это язык гол в этом смысле недостаток гол конечно же не такая скорость работы как нарубе но на данный момент гол демонстрирует высшую скорость поэтому если приложение высоконагруженное и у вас есть ресурсы на то чтобы потратиться на разработку то можно использовать группу если вы хотите быстро разобраться приложение и не столь важна нагрузка в этом случае можно использовать руби хотя при этом надо сказать что руби это язык который не стоит на месте и в общем-то вполне возможно что в ближайшие пару лет производительность руби улучшена еще например в два раза и проще по крайней мере разработчики заверяют о том что они работают в этом направлении то руби подпадает в те языки которые входят по крайней мере в тридцать процентов от максимальной производительности фреймбуков для разработки на в первых местах напоминают C++ Джала так из возможности радианта несколько слов я уже сказал то есть что такое радиант CMS это простенькая CMS для небольших команд как CMS опять же вы избегаете возможности необходимости программирования то есть поскольку это активно CMS вы можете уже писать и создавать страницы на высокоуровневых языках разметки либо просто вписывая текст разметки практически в режиме визивик то есть что пишу так отображается то есть когда это хорошо это хорошо в тех случаях когда ваш заказчик не имеет программиста по Апши то есть вы ему сдаете CMS он получает возможность добавлять странички в режиме редактирования вебе как он привык установка радианс CMS и геминстолк радиан все что вам нужно сделать вам надо привязать эту установку это размещение конкретной базе данных или конкретной СУБД сами выбирайте какой СУБД вам нужно установить подключение на выбор те которые перечислены почти наверняка здесь можно подключить и другие СУБД если они могут работать с традиционными адаптерами под Postgres под MariaDB ну и какие то еще демо как мы уже пытались установить она не работала но самый простой способ это просто установить для себя и посмотреть как выглядит эта CMS напоминаю выглядит она примерно таким образом панель администрирования по сути это основная панель где у нас есть возможность добавить радиант демо попробуем сейчас зайти в секцию админ админ радиант секция администрирования иерархически мы можем создавать страницы мы можем добавить новую страницу например Normal page дополнительный то есть архив environment dump page on found то есть сообщение file on found что у нас нет этого самого ресурса то есть возможность написать его на том языке которое можно то есть возможность создать страницу причем мы видим мы можем ее сделать на MarkDAWR мы можем ее сделать в текстовом формате мы можем сделать ее с дополнительными средствами разметки указать ключевые слова и прочее так хорошо не буду я сейчас создавать воспользоваться существующими страницами что такое раздел assets это возможность разместить дополнительные ресурсы то есть картинки видео аудио дополнительные шрифты флеш тдр документы и прочее вы можете добавить собственную разминку то есть layout это общий каркас то есть как отображать данные в рамках этой CMS таблицы стилей то есть возможность сопредактировать добавить собственные таблицы стилей это нужно не простым пользователям это нужно человеку который будет настраивать тем не менее видите что программировать само CMS не надо можно запрограммировать внешний вид и это не так сложно JavaScript если вы хотите активное поведение вы можете добавить какие-то скрипты но и в том числе эти скрипты JavaScript могут быть взяты например со сторонних ресурсов ну к примеру там Google аналитику Яндекс аналитику или что-то еще ну и сниппеты это маленькие фрагменты кода то есть те фрагментики в разминке HTML которые будут добавляться ну как мы здесь видим хидер футер то есть нижняя часть и верхняя часть страницы а также добавить готовые файлы кроме того настроить общую страницу пароль администратора в данном случае у нас один и какую-то информацию о сайте в целом кроме того установить например ограничения на загрузку каких-то сторонних файлов со стороны пользователей и прочее то есть таким образом мы можем сделать довольно быстрое простенькое приложение ну и кроме того мы можем добавить новых пользователей если нам нужно сделать обслуживание многопользователей с ограниченными ресурсами и плюс мы видим что для радиан CMS есть плагин или модуль решения ну и как я говорил уже типовой вид этой CMS примерно примерно как мы сейчас видим с возможностью перехода по внешней ссылке у нас developed для open source CMS сейчас дефакто стандартам стало размещение исходников на сайте github следующий большой раздел опять который я относился к CMS это блоги что такое блоги ну блоги я думаю что большинство из вас представляет что это такое это возможность разместить какую-то статью причем в отличие от статической страницы в отличие от просто размещенной новостной страницы чем отличается блог отличается тем что на каждую страницу можно сделать отзыв то есть оставить какие-то комментарии блогов платформ достаточно много блогов если мы откроем абсолютно ну любой блок так я не знаю что это такое нажимаем на первый попавшийся есть какая-то статья статья который может быть размещено что-то самое главное требование блока блога это то что на любую статью должны быть комментарии то есть именно это отличает блок от размещения статической статьи если мы хотим сделать CMS которая позволяет размещать подобную вещь если мы хотим использовать CMS который позволяет комментировать то мы должны использовать такой подход именно в этом случае она говорится бога причем что говоря в ряде случаев комментарии могут быть разрешены в ряде случаев они могут быть запущены я пытался открытия на баку он вижу здесь очень хороший пример там комментарии заключены из самых известных богов платформ естественно это wordpress если мы говорим о блогах в интернете то wordpress ну как здесь написано 30 процентов всего интернета это сайты сделанные на wordpress это сделано на к сожалению интернет может быть не самый быстрый хватило видимо всем задержками в чем идея идея любого блога получить простой инструмент который позволяет публиковать статьи или получать привязки комментарии можем видеть здесь большое количество пример так был не уже для допустим какой-то каталог примеров на wordpress допустим новости в виде блога то есть типовые разделы и его можно составить комментарии вот все что нужно в блоговой платформе почему ее относится все нас потому что здесь большое количество прочих разделов агенту достаточно крупная крупная новостная агенту которая использует такую схему для того чтобы размещать на собственную информацию мы видим то есть не только новости и не только блоговая форма размещения пока нас это не из руби сред кто можно назвать но прежде всего декил декил как я уже упоминал ранее генератор статических страниц средств для того чтобы преобразовывать маркдаун разметку в html и на базе него можно также делать блогу это средство которое называется лайнс простой движок или также устанавливается как обычный модуль ген дальше на базе рейлоса можете воспользоваться генератором который присоединит функции блога ваше приложение то есть идея в том что вы не создаете блог сами вы берете свое собственное приложение и добавляете в него функцию отображения блогов возможности здесь достаточно ограниченные естественно здесь кроме отображения блог больше ничего нет ни безопасности ни прочего все это делаете сами но тем не менее если у вас есть уже готовое приложение вам нужно писать блоги вы можете просто воспользоваться библиотекой типа этой и подключить блоги к себе ну и в принципе схемы здесь достаточно сложные могут быть полноценные сайты это адаптация под мобильные устройства ну и слово сказать о том где написано это средство это германия минус значит в этом случае у меня просто стабильная заоценка на то что в германии руби и средства по формированию руби достаточно популярны также есть соответствующие плагины блоговые для радио и рефайнере долгое время определенным эталоном был октопресс для руби но исходники его доступны они есть они лежат сейчас на гитхабе но проблема все в том что за последние два года мы видим что не было никаких изменений то есть в какой-то степени это была самая популярная платформа диаблогов на руби но разработчик по какой-то неизвестной мне причине перестал поддерживать есть вроде бы есть огромное количество ответвлений то есть если мы посмотрим на сайте количество форков 3000 то есть эта платформа действительно популярна строго говоря можно до сих пор взять ответвление можно модифицировать но сам разработчик перестал камень мы можем это видеть что в общем то какой то в какой то мере используется джекел так ну и публифай это еще один из вариантов руби блога причем видим что в отличие от опроса здесь сделано миграция на спиральность проект живой дальше весь вопрос какие функции конкретного нужны и что конкретно вы хотите делать с этой благоуспособны является ли это просто отдельная библиотека отдельный раздел вашего сайта или вы просто хотите взять готовый CMS как блог и запустить на основе ее уже готовые проекты форумы недавнего времени форум был один из самых популярных одним из самых популярных средств для общения я думаю что большинство из вас видела например вот такие сайты эти сайты были популярны 10-15 лет назад сейчас постепенно они вытеснены социальными сетями но чем хороши комьюнити раздел так вот примерно такое оформление чем хороши форумы форумы хороши тем что они позволяют очень узко разбить домены по общению то есть вот каждый конкретный под каждую конкретную цель общения под каждую конкретную область интересов вы делаете отдельный сайт очень легко изолировать в этом случае группа живет в рамках этого сайта и в этом случае но никто посторонний к вам туда не идет вам очень легко администрировать вам очень легко разбираться с темами но недостатки тоже есть почему люди перешли на социальные сети в социальные сети в этом плане гораздо легче то есть мы начинаем забегироваться и сбиться по области интересов для этих пользователей то есть образовать новые группы, новые круги интересов вместо старта или вместе поставленных здесь же у вас практически на каждом сайте будет свой в один пароль что сейчас уже считается почти неприемлемым хотя этот вопрос может сейчас избежать за счет протокола оаут и за счет централизованных серверов аутентификации в том числе и за счет тех же самых ресурсов фейсбук гугл и прочее значит в этом случае у нас нет возможности пользователей перебрасывать по разным разделам у нас нет возможности группировать но с другой стороны преимущество что вся информация принадлежит вам то есть в отличие от соцсетей где вам принадлежит ничего и в любой момент времени ваша информация может быть закрыта ваша информация может быть выброшена и стертая по халатности разработчиков из-за того что например фейсбук считает что вы не имеете права публиковать информацию которую в данный момент недостаточно порочить нашу страну или еще что-нибудь в этом роде то в случае форумной платформы вы можете обсуждать что угодно если вы разместили в правильном месте самый форм вы можете делать на нем что угодно что не противоречит той стране для которой вы ориентируете содержимое этого сайта или там где вы размещаете этот сайт дальше мы можем что делать мы можем сделать иерархическую схему размещения то есть у нас есть тема стандартная форма форма доски объявлений то есть любая доска объявлений это основная тема и тема обсуждаемая тема обсуждаемая есть у нее заголовок и есть отдельные сообщения мы можем видеть кто конкретно написал сколько у нас ответов было если кто-то дает ответ тема перемещается наверх в общем-то это достаточно удобная форма для того чтобы отслеживать процесс обновления информации то есть опять же в отличие соцсетей вы не нагружены никакими прочими обязательствами вы не будете получать там спамы будете получать какие-то ненужные вам ленты то есть вы просто получаете и организуете хранить информацию так как вам нужно ну и возможно автоматический рассудок естественно реализуется то есть вот такой интерфейс он является типовым для доски объявлений и печь и биби ну почему печь пиры потому что сделано она на печь пире опять же как я уже упоминал большинство готовых и широко известных тиражированных решений написано на печь пи просто в силу того что появились они преимущественно в начале двухтысячных годов до сих пор в данной версии мы их используем ну и также естественно my baby 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 в данном случае это билетин борт то есть доска объявлений или форум на ruby on rails можно назвать вот такое средство то есть если вы используете какое-то раз приложение к примеру вы можете вставить в него дополнительный модуль который позволяет вам просто напросто использовать ее функции билетин борт или форма ну примерно так виде дизайн можно поменять и видим что здесь вполне себе живой форум в котором собственно не живет и демассажка этой библиотеки строят строят это нить соответственно почему нить или они назвали эту сайт библиотеку и просто потому что вообще не в другом тему ее также можно обратно то есть это тот самый пример который вы можете использовать для тех людей установки свое собственное приложение и видим что также поддерживаются отображения на наоборот говоря о wordpress wordpress как уже было показано принимает рынка треть всех внедрений которые есть в интернете например wordpress.org то есть open source версия можем даже переключиться на язык пока мы делать это не будем чем хорош на базе wordpress в принципе можно сделать типовые странички можно сделать размещение статичной информации можно делать глобальную платформу вот берем например wordpress если мы используем на данном случае у меня установлен шеверинг который называется вебалайзер то вебалайзер мне показывает что этот сайт использует wordpress в версии 4.9.2 ну причем естественно используется тут стрэп положить из него google analytics как дополнительные скрипты используется jQuery написано PHP так какой сервер какой здесь используется сервер я не вижу то есть что мы здесь можем видеть что wordpress это не только блоговая платформа на данном моменте это CMS которая позволяет разместить информацию в принципе любую то есть сотрудники этого зоопарта скорее всего не программируют сайты сами они просто программируют и заполняют соответствующий раздел и вот мы видим что здесь есть раздел даже без комментариев то есть несмотря на то что платформа блоговая она нас не обязывает писать комментарии ну contact us то есть свяжитесь с нами это форма которая позволяет написать какое-то сообщение и отправить таким образом письмо то есть зачем это делается почему это делается ну во-первых пользователь не обязан иметь адрес электронной почты для того чтобы отправить что-то он может показать там хотя они здесь требуют чтобы адрес электронной почты был но срок говоря это требование администрации можно указать любой способ общения и после этого с вами свяжут то есть когда такой способ используют его используют когда не хотят засвечивать свой адрес электронной почты то есть вот такая форма позволяет анимизировать сайты для спама то есть вам автоматически сканерами будут писать какую-то рекламу в этом случае вы можете скрыть ваш адрес электронной почты и общение все идет через такие формы то есть чем хорош WordPress есть очень большое количество тем опять же это самая популярная платформа для создания CMS она в определенной степени конечно ограничивает возможности разработки то есть вы разрабатываете в рамках тех функций в рамках тех шаблонов которые есть и скорее это недостаток любой CMS то есть если вы используете другую CMS любую другую CMS вы все равно ограничены теми возможностями которые она вам дает и даже если не говорим о написании собственных модулей надо смотреть что это за CMS и насколько гибко вы можете записывать собственные модули мы видим что оформления могут быть не самые разные и более того вы можете выбрать как бесплатные тогда почти наверняка вы будете иметь оформление такое же как у многих других сайтов либо заказать какое-то авторское оформление под конкретно ваш сайт нас интересует теперь демонстрация по демонстрации воспользуемся open-source CMS нам понадобится для того чтобы посмотреть как выглядит панель администрирования в этой CMS один из недостатков в WordPress достаточно тяжелую страницу то есть это не сайт-визитка это уже очень тяжелая страница так и к сожалению сейчас мы не совсем удачно попали что мы здесь видим на open-source CMS есть автоматическое переразвертывание приложения то есть раз в определенный период времени происходит обновление так почему отрицательные к сожалению не могу сказать значит не хорошо наверное это какая-то их ошибка через определенный период времени происходит стирание под тех настроек и тех CMS которые здесь пользователи которые использовали их например что это такое мы заходим вот он cms мы заходим в панель администрирования в WordPress и у нас есть возможность сейчас внести любые изменения в настройках можем ли мы видеть этот сайт ну в принципе мы его можем но весь WordPress насколько правильно оно размещено что нас интересует ну вот верхняя часть меню это возможность опубликовать какие-либо сообщения например кто-то опубликовал достаточно давно уставила open-source CMS сейчас обновление то есть New Post мы имеем уже какие-то разделы мы можем просто опубликовать то есть если мы администратор раздела или пользователь у которой есть права на опубликацию информации если мы хотим опубликовать новую статью или новость какой-то news about ruby ну и допустим мы хотим найти какую-то новость руби у детей он 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 недавно как раз проходил конференция в великобритания в Великобритании так куда здесь ну допустим хотим уникалась какую-то информацию то есть просто вставляем причем видим что я через скопировал книги текст здесь этот текст фактически в режиме скопировался режимы настройки здесь разные мы можем администрировать этот текст на отметке и можем в то же время использовать визуальный режим взять хочу не просто столовок оккурсивный столовок мы видим что у нас добавился элемент который называется импредит и все это здесь применилось кроме того мы можем указать в каком формате что мы добавляем и сказать например сейфт сохранить черновик переводы могут быть здесь сделаны на региональные языки естественного вордпресса есть переводы на все языки включая русский на все основные видим как выглядит наша страница то есть эта страница в рамках текущего оформления этой смс этого вордпресса и дальше мы говорим опубликовать то есть наша страница теперь опубликована она опубликована на странице mycms куда-то она была подключена вот видим новости опубликованные сегодняшним днем то есть абсолютный минимум знаний для того чтобы обслуживать эту смс для того чтобы добавить просто статью программист не нужен человек должен просто понимать такую минимальную размер ну и далее возможность оперировать категории назначить категории назначить теги все это нужно для того чтобы пользователь могли быстро найти вашу статью то есть привязали определенные теги нажали на тег смс выдает перечень статей по этим тегам например статьи по программированию ну и нас больше сейчас интересует то как настраивается а настраивается эта смс в следующем образом вот они разделы связанные с настройкой мы можем создавать страницы в рамках которых отображается прочий так называемый контент то есть страницы или публикации мы можем посмотреть структуру этих страниц и что на них есть то есть дальше мы можем определить то есть как у нас выглядит наше приложение если мы хотим использовать стандартные темы все что нам нужно примерно с чем похожим на оголок выбираем новую тему можем посмотреть как она выглядит то есть разделы будут выглядеть таким образом мы можем здесь построить цвета какие хотите мы можем использовать ну допустим фиолетовую тему но сейчас достаточно популярны темная тема срок говоря с точки зрения дружественности нам я бы сказал что не самое интересное с точки зрения дизайна марки 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 наш сайт сейчас изменился должен был измениться тема стала черной но к сожалению повредил в стиле которые там они перечитаются вот такое оформление без картинок ну естественно мы можем вернуть обратно ну допустим выбрать какую-то какую-то традиционную тему активировал сейчас она каким-то образом отображается что нам может понадобиться еще это разделы по настройке то есть возможность изменить цвета изменить ключевые меню это возможность разместить виджеты что это такое здесь мы видим по улице структуру страниц, причем типовая структура страниц представляет возможность разместить информацию в пути. Конечно, эти надписи, которые здесь находятся, рисун, пост, например, сечи. То есть, сейчас поиск, раздел поиска. Последнее сообщение, пост, то есть то, что должно быть здесь, комментарии, категории, мета. То есть мы можем комбинировать на страницах, которые будут продолжаться в пользу, вот таким образом. И у нас может быть несколько страниц, то есть мы можем в том числе добавлять вот таким образом. мы можем сказать, что вот здесь у нас может быть такой-то раздел, мы можем добавить количество этих разделов, и таким образом мы просто указываем части, куда мы хотим что-то добавить. Таким образом у нас получается инструмент, которым, ну, практически не надо программировать. То есть если вы хотите использовать типовые шаблоны, вам не надо изучать CSS, вам не надо знать про разметку HTML, вам просто достаточно использовать что-то типа подобное CMS, понимать, как ее настраивать. По минимуму мы должны дать пользователю, которые работают с информацией в такой инструменте. в этом месте. Этот порт, здесь добавить сообщение, нажать кнопку и отправить, и все. И он таким образом может обновить информацию. Ну, естественно администрируйте комментарии. То есть, получается, что уровень квалификации для специалистов, которые, ну, занимаются темно-то же, ну, с точки зрения его программирования, мы считаем, что это никакой. В то же время, если вы хотите добавить какие-то новые функции, то вы можете это сделать. WordPress я уже хотел показать, как выглядит. Все эти слайды впущем. По Octopress. Блоговая подсорена для Ruby. Ну, его до 2015 года можно было рассмотреть как определенный эталон реализации блога для Ruby. Сейчас, в силу того, что разработчик перестал поддерживать и даже перестал проводить имитации на свежие версии Rails, ну, скорее всего, произошел какой-то конфликт с электроработчиков, либо с кем-то поссорился, либо еще что-то. Поэтому технический код доступен, его можно использовать. Но насчет того, что будет в будущем, неизвестно. То есть надеяться на то, что Octopress будет кто-то поддерживать, не стоит. Вы можете его взять в собственную поддержку, либо выбрать какой-то другой вариант блоговой платформы. Значит, следующий большой раздел – это галереи. Опять же, галереи сейчас в чистом виде используются редко. Почему? Ну, потому что их вытеснили в социальной сети. Небольшое количество социальных ресурсов, типа Flickr, типа Instagram и прочее. В зависимости от того, какие у вас, какого рода у вас снимки и что вы хотите размещать, вы можете размещать там. Дело в том, что для большинства пользователей ключевым фактором размещения информации является получение определенной популярности. Если ваш ресурс направлен не на популярность, например, на размещение какого-то рода информации, в этом случае вы можете использовать фотогалереи, где человек, направляющим информацию, будет уже кто-то из администрации, например, в вашей компании, кто-то из ограниченного круга. Но в этом случае вы получаете полное администрирование всей информации. То есть вы можете не бояться, что ваша информация будет забанена, что, например, Facebook будет забанен в Китае или в Иране и прочем, и внезапно все, что вы там разместили, не будет иметь никакого значения для той страны, на которую вы ориентируетесь, просто по причине того, что этот ресурс подстроился с местным правительством, не предоставил информацию, не предоставил ключи и доступ. Варианты причин, к чему эти проблемы могут возникнуть, очень много. И опять же из таких примеров, например, социальная сеть 1КП, то есть профессиональная социальная сеть, которая в нашей стране заблокирована ввиду того, что не договорились о том, чтобы персональные данные наших граждан хранились на территории страны. Как следствие, из-за того, что LinkedIn попал под ограничение, теперь на LinkedIn бессмысленно ориентируется на размещение информации, ориентированную на нашу страну, и также под раздачу попал ресурс, который называется «слайд-шоу», то есть размещение презентаций, в общем-то один из таких типовых способов размещения презентации для западного рынка, где вы можете, сделав презентацию, разместить ее и через LinkedIn распространить ее сразу по подписчикам. Этот ресурс, несмотря на то, что он вообще не ограничен от этих персональных данных, также попал под ограничение. То есть это один из этих примеров, когда, если бы презентации размещались на каком-то своем ресурсе, они были бы доступны на территории всех стран, ну, либо легко было бы имплицировать информацию. В этом случае вы ничего не можете сделать, просто потому что страна ограничила доступ к ресурсу целиком. Это может касаться абсолютно любого централизованного ресурса, централизованной соцсети на данной планете. Она может попасть под ограничение любой страны, также в силу социальных ограничений, в силу ограничений законов о персональных данных, так и в силу специфики размещаемого контента. То есть всегда, если вы делаете глобальный ресурс, будете конфликтовать с какими-нибудь из правительств. Ну, то, что касается галереи. Что такое галереи? Это возможность разместить какие-то изображения, ну, типовые примеры здесь приведены. InFoto – это один из таких вариантов. То есть у вас есть пользователи, пользователи, которые могут размещать картинки, публиковать рядом с этими картинками, ну, во-первых, альбомы, во-вторых, сами картинки, вот этих текстов, ну, и, возможно, еще какие-то комментарии. И также поисковая система на основе тегов к этим картинкам. Здесь предупреждаю также, что если вы размещаете какую-либо CMS, если вы делаете какой-то ресурс для публичного размещения информации и имеете сторонних пользователей, то есть предоставляете возможность публиковаться кому угодно, писать о чем угодно, то вы имеете определенные риски. То есть как владелец ресурса вы в первую очередь несете ответственность за весь материал, который размещен на этом ресурсе. То есть, естественно, если там размещены, например, почему я обращаю внимание на фотогалереи, ну, потому что в ходе фотогалереи тут же пропадают под опасность размещения кем-то порнографии. И это очень опасное содержимое по причине того, что первые, к кому придут, это будет владелец ресурса. Это касается большинства стран. То есть очень жесткая политика работает в Китае, США, Германии. То есть первый, кто будет поднят соответствующими службами, ответственными за контроль этой информации, это владелец ресурса. То есть в этом случае надо иметь средства, которые, во-первых, позволят избежать проблем, то есть превентивные средства, это премодерация любого материала, который размещается на вашем ресурсе. То есть не показывает ничего до того, как просмотрел администратор. Если ваш ресурс небольшой, это надежный способ. То есть администратор физически может просматривать определенные разделы, ну, в общем-то, силы информации, которые публикуются. Если публикуемой информации много, у вас будут проблемы. То есть что Google, что Facebook содержит огромное количество людей, которые просто отсматривают, что размещается. Ну, опять же, YouTube, например. Все ролики контролируются. Если у вас нет таких ресурсов, у вас потенциально могут быть проблемы. Значит, в этом случае вам нужно пользоваться сервисами, которые будут вам помогать сканировать содержимое, топовое содержимое, которое размещается на предмет запрещенности. То есть фильтровать панографию, фильтровать, например, запрещенные материалы, запрещенную информацию, призывы к насилию, текстовые призывы к революции и прочее. Но обращаю внимание на то, что всегда в первую очередь ответственность за размещение подобной информации несет владелец. И только если вы можете дальше выбить информацию о том, кто это разместил, претензии будут уже к тому, кто разместил. Совсем не значит, что все претензии снимут с владельца ресурсов. То есть для того, чтобы снимать эти ресурсы, что Google, что Facebook, то есть огромные деньги, они содержат штат юристов. Нет у вас штата юристов, у вас потенциально могут быть проблемы. Из фотогалерей можно посмотреть обзоры. Эти обзоры часто публикуются, но это на обзоры определительно фотогалерей, шаблонов. У меня как раз здесь приводится. Для Ruby плагины крифайлами, либо, к сожалению, уже не обновляемые. Не обновляемые опять в силу того, что популярность таких востребованных смещения картин сейчас сильно упала. Есть соцсети, ну и мало кто хочет размещать какие-либо фотографии на неизвестном ресурсе, хотя обращаю внимание, что это может быть востребовано. То есть если это какое-то, например, сообщество со своими внутренними членами этого сообщества, допустим, у них есть какие-то там, где идет размещение железа, на котором можно держать сайт, они будут в этом случае абсолютно уверены, что эта система будет работать, независимо ни от какой-то кинюльтуры. То есть не получится так, что завтра в США опять вступить в такую жесткую конфронтацию, и нас отключат из интернета и возможности обращения по американским ресурсам. Ну и примеры галереи. В общем-то, галереи могут быть всякие разные. То есть различие только в том, как представляется информация, что пишется, какие ресурсы, как это администрируется со стороны пользователей. По социальным сетям. Опять же, социальные сети – это отдельный тип и отдельный формат взаимодействия. То есть, ну, социальные сети, думаю, что большинство из вас знает, как они выглядят. Прежде всего, это что такое? Это возможность опубликовать что-то и получить комментарии тех, кто либо находится в круге ваших подписчиков, либо вообще там абсолютно кого угодно. Почему следует такие проекты относить к CMS? Ну, потому что, прежде всего, вы можете размещать любую информацию. Видимо, опять, что довольно-таки безобразно относятся к своему демонстрационному примеру. Мы откроем сайты, которые сделаны на базе этих средств. То есть, возможность писать какие-то статьи, возможность получить привязку, по возможности размещения информации, то есть, рассылки, донесения до тех подписчиков, которые есть. В применительном круге есть два проекта. То есть, первый – это Community Engine. Второй, гораздо более серьезный вариант – это диаспора, проект диаспора. Это Ruby on Reds. В чем основная идея? Идея заключается в том, что, в отличие от общей доступности от бесплатных CMS, о чем вы говорите, бесплатных CMS, бесплатных соцсетей, того, что доступно снаружи, здесь идея заключается в том, что вы полностью контролируете информацию. То есть, в отличие от, например, этих спрутов, соцсетей, которые контролируются, ну, как известно нам, там, зарубежными владельцами, и, в общем-то, и соцсетям на территории нашей страны, это соцсети, которые контролируют абсолютно все. Значит, они имеют вашу информацию, они могут управлять доступом, они могут влиять на общественное мнение, и, самое главное, что вы не можете никак защититься от отечки информации, которую вы не хотите давать на сторонние пользователи. Соцсети на базе, например, диаспора – это маленькие сегменты. То есть, вы сами управляетесь, каким сегментом вы можете связать взаимодействие. Причем, вы можете установить каналы взаимодействия с другими сегментами, таким образом получить, например, доступ к информации, которая находится у вас со стороны внешних пользователей. Почему она называется диаспора? Ну, именно потому, что вот такие сегментики – это диаспора. То есть, если говорить откровенно, то назначение любой современной соцсети, которая доступна бесплатно, я имею в виду Facebook, ВКонтакте и все прочее, это вовсе не ошибки. Соцсети живут на деньги, которые они зарабатывают на пользователях, а заработать деньги они могут таким образом. Они собирают информацию, которую каким-то образом можно эксплуатировать. То есть, если это эксплуатация внутренняя, это полубеды. То есть, прежде всего, это реклама. То есть, таргетированная реклама на тех пользователей, которые у них есть, с учетом всей информации, которая там есть. А если вы используете соцсети для, например, общения, можете не сомневаться, что соцсети будете использовать абсолютно все то, что вы там пишете. То есть, будут сканироваться ключевые слова, будут выделяться темы ваших разговоров, будут выделяться, в том числе, например, картинки, которые вы разместили, какого рода вам картинки нравятся, что вам нравится, нравится ли вам путешествовать, нравится ли вам там покупать какие-то товары. То есть, все это будет собрано соцсетью и использовано против вас с целью показа, как минимум, рекламы, за которую эти соцсети получают деньги. То есть, таргетирование рекламы – это тот самый аспект, на основе которого можно получить деньги, и, в общем-то, именно для этого соцсети накапливают этих пользователей, и стимулируют их работу внутри соцсети. Более того, современные соцсети сейчас, возможно, также обратили внимание, они пошли таким путем, что, несмотря на то, что есть поисковые системы, типа Google, Яндекс, вы не можете найти информацию, например, из Фейсбука. То есть, это общий тренд. То есть, соцсети пытаются изолировать информацию, которая находится внутри. Плюс, вы легко можете внутри соцсети распространять информацию. Минус, если вы хотите разместить какую-то информацию, хотите сделать ее общедоступной, никогда не размещайте ее только в соцсети, потому что вы лишаете пользователей, которые не имеют доступа в соцсети. Например, на данный момент я могу сказать, что я не имею никаких аккаунтов ни в ВКонтакте, ни в Фейсбуке, ни в других соцсетях, за исключением развеется, что самым минимальным необходимым уровнем, потому что самые желающие найдут, как связаться, впрочем, неважно. Соцсети – это, прежде всего, инструмент для сбора информации, эксплуатации этой информации о пользователях в интересах либо коммерческих, либо, что еще хуже, какой-нибудь спецслужбы на три буквы. То есть в любой стране службы на три буквы будут полностью эксплуатироваться доступной информацией. То есть, таким образом, если мы хотим создать какой-то сегментик, который ориентирован исключительно на общение, то лучше развернуть собственный сегмент, например, на базе диаспоры и не пользоваться сторонними соцсетями. Ну, естественно, недостаток, что вам придется платить за хостинг либо искать, каким образом вы будете запускать это в Rails-приложение. А применительно, опять же, курс о веб-программировании. Чем хороша диаспора, вы можете всегда посмотреть исходный код, который размещен на гитхабе. То есть, мы видим здесь вот ссылка на гитхабе, где вы можете посмотреть весь код. И в этом смысле такие крупные проекты, они могут быть примерами, как правильно писать. Мы видим, что это Ruby on Rails, причем достаточно интенсивно обновляемые. Просто банально посмотреть, как писать проекты с большим количеством заточек. 338 разработчиков, довольно много. По интернет-магазинам. Интернет-магазины – это еще одно направление. Ну, из самых известных на Ruby, из самых популярных – это интернет-магазин Shprey. Shprey Commerce. Точное название, откуда пошло, почему они такое выбрали, не знаю. Shprey – это, например, Shprey, в соответствии с режимом. Что мы здесь можем посмотреть? Мы можем посмотреть, как выглядит у этой CMS для интернет-магазина. Это Ruby on Rails уже приложение с полным доступом. Посмотрим, как оно выглядит на ресурсе Roku. А Roku я буду говорить в следующей лекции. Здесь нас интересует, прежде всего, как выглядит интернет-магазин. Почему так медленно? Потому что это бесплатное размещение, и, соответственно, приходится жертвовать скоростью. Интернет-магазин. Что такое интернет-магазин? Ну, думаю, что большинство из вас ведет, что такое. То есть возможность разместить информацию о товарах, разбить по разделам, добавить в корзину, включить платежную систему. Если мы говорим об отечественном рынке, то, возможно, следует рекомендовать что-то типа 1FB. Потому что, почти наверняка, вы захотите привязать это к бухгалтерии и иметь отечественную платежную систему. Если мы говорим об иностранном сегменте, то вполне возможно, что вам лучше все-таки использовать что-то зарубежное. Ну, из самых известных проектов это Magento, Red Empire и прочее. Поскольку мы говорим о данном интернет-магазине как о CMS, то что нам представляет панель администрирования? То есть мы можем, естественно, управлять заказами. Мы можем, естественно, управлять продуктами. Мы можем создавать продукты. Мы можем изменить внешнее оформление. Мы можем менять информацию. Мы можем управлять пользователями, которыми нет доступ к этому ресурсу. И мы можем это конфигурировать, то есть настроить наше приложение таким образом, чтобы, ну, прежде всего мы здесь видим акцент на торговую систему. То есть подключение внешних платежных систем, включение коэффициентов, например. Каким образом платить. По странам, особенности налоговые, зоны и прочее. Возвраты. Все это настройка по специфичным диапазонам. Внешний вид мы можем настроить. Внешний вид мы можем изменить, поскольку это не что, у меня как Ruby on Rails приложение. Весь код доступен. Когда вы размещаете это приложение, вы можете менять, что хотите. Значит, из других популярных магазинов на орудии. Shopper и Roar Commerce. То есть все они доступны в открытом исходном коде. То есть в этом смысле вы можете оценить, насколько они хорошо написаны, насколько они поддерживаются. И дальше принять решение о том, что используют в качестве основы. Рекомендую также не забывать про Ruby Toolbox.com. То есть здесь средства на Ruby, сгруппированные по популярности и сгруппированные по разделам. Большая часть из них open source. Так, сейчас я обратился к этой странице. Вот мы видим разделы, большое количество разделов по инструментам. То есть мы можем взять как готовые средства, так и различные библиотеки, которые нам могут понадобиться. Ну, в том числе и e-commerce. Online shops, premium и прочее. Платежные системы магазинов и так далее. Так. Значит, из прочих средств. Magento и HP-средства, самое распространенное, пожалуй, на рынке интернет-магазинов. InSales я здесь добавил просто как службу, которая как сервис облачный, который предоставляет вам возможность создать интернет-магазин без размещения своего собственного приложения. Это отечественная компания. Почему она здесь? Потому что они разрабатывают на Ruby on Rails и программисты на Ruby on Rails им также периодически нужны. Ну, один из Bittrex. На Bittrex написано очень много специализированных средств. В том случае, если вы рассматриваете размещение приватного диапазонного рынка, это та CMS, которую следует рассматривать. Или средства для оповещения, средства для сбора информации. Из, пожалуй, самых известных – это RedMine. Что это такое? Это средства для сбора информации, для сбора отзывов и планирования разработки. Во-первых, как бактрейдер, то есть как следует из названия. Сбор информации в ошибках. И с другой стороны, это Helpdesk Systems. То есть сбор информации, например, о звонках. Переводы возможные можно переключить на разные языки. На текущей локальной у меня английская. Поэтому отображение такое. Issue – это сообщение о какой-либо ошибке или о чем-либо еще. Это средство, которое позволяет собрать, ну, здесь идеи сборки по проектам. RedMine, естественно, сам он сделан на самом RedMine. Есть возможность посмотреть, кто что делает. Есть возможность описать roadmap, то есть план выполнения работ. Можно подключить различные плагины. То есть смотреть работы. Работы типа ИШИС, реагирование грантов и прочее. Включить сложные отчеты. Публиковать новости. Вики. То есть справочник. Разместить формы. Репозиторию с доступом на открытоисходный код. Вот он. Или закрытый зал из того, где вы это отмечаете. Таким образом, несмотря на то, что это баг-трекер. Прежде всего, это средство для размещения. Оповещение о том, что что-то происходит. Оно может также рассматривать CMS. Его можно изменить. Нижний вид можно изменить. И в нем можно размещать. Например, надо вам регистрировать входящие звонки. Вы можете пользоваться такой CMS как новой. Настроить ее по себе. Модифицировать. Для нее есть огромное количество плагинов. И, опять же, применительно курс по Ruby on Rails. Хорошо оно тем, что вы можете всегда посмотреть пример, как пишутся сложные проекты на Ruby on Rails. Типовые примеры. Смотреть, как пишутся терты. Как разработчики взаимодействуют между собой. И посмотреть, как принято писать большие проекты. Ну и других баг-трекеров. Трек, bugzilla. Bugzilla сейчас редко используется. Ну и также достаточно популярный проект, написанный на Ruby. Во-первых, сам GitHub. Как я уже говорил, средство для размещения консорских проектов. GitHub написан на Ruby. GitLab – это попытка разработчиков из стран СНГ. Что приятно. Написать очень похожую систему с открытым исходным кодом для размещения внутри предприятия. Назвали они ее GitLab. Первые версии были очень похожи на GitHub. И сейчас они раскультились до того, что это полностью средство разработки, которое не только для сохранения кодов, но также для планирования. Оно доступно в открытых исходных кодах. Оно написано на Ruby on Rails. И можете опять же посмотреть, как оно сделано. С тем, чтобы посмотреть, как правильно писать. Писать тяжелые нагруженные проекты на Ruby on Rails. Ну а, насколько исходный процесс. Раньше они хранили GitHub. Сейчас, естественно, поскольку они представляют те же самые услуги, и они перешли в собственное хранилище. Ну и где-то здесь. Да. Ветка. Орендмайн я уже сказал несколько слов. MediaVity. Это очень распространенная платформа. Я думаю, что все вы видели википедии. Ну что такое википедия? Википедия это открытая платформа. Википедия. Потому что она не ру, а лор. А домен википедия.ру используется какой-то абсолютно левой компанией. Значит, это возможность разместить статьи в разминки, которые похожи на маркдаун. Статьи о чем угодно, которые можно группировать. Игровать по категории. Не знаю, куда нажать, но допустим. Допустим, по текущим канадцев. Какая-то странная. Кстати, свежая. Что мы здесь видим? Мы видим здесь сголовок. Мы видим описание. Мы видим семантическую разбивку. То есть ссылки на другие статьи. И мы видим, самое главное, здесь возможность посмотреть, по каким категориям она относится. И каждой категории может быть отнесена другая категория. То есть подкатегория, либо статья. Этот движок называется MediaWiki. И он open-source движок, написанный на PHP. То есть его можно использовать. Сам подход тиражируется во многих случаях. И в том числе, я показывал это в измане. Есть раздел Вики, который использует язык-разминки, похожий на MediaWiki. То есть идея заключается в том, что вы можете взять MediaWiki как платформу. Вы можете изменить ее в низкий вид. Вы можете ее сделать не похожей на Wikipedia. И вы можете в ней размещать свою информацию. Опять же, требование CMS. И человек, который не является программистом, получает возможность добавлять новую статью и публиковать любую информацию. Есть огромное количество плагинов. То есть те варианты, которые перечислены сверху. Это полноценная схема системы, написанная преимущественно на PHP. Для Ruby есть плагин, который вы можете вставить в себе свое приложение, которое позволит использовать такой же подход. То есть хранение этих статей, в которых есть заголовок, категории. Возможно написать их на языке, похожем на эту схему. По поводу систем управления обучением. Ну, пожалуй, не более известный это Moodle. Хотя их достаточно много. И Moodle он применит в нашем случае. Где... Дернем... Модуль. То есть сайт нашей кафедры также работает на функциональной версии Moodle. Написано на PHP. Это большинство готовых CMS. Ну и у нас есть возможность и тут хранить курсы. У меня есть возможность настроить отображение. И имеется возможность, в том числе, не только учебную информацию хранить, но и вообще любую информацию, которую мы хотим размещать, касающуюся деятельности Казина. Так, ну из заключительных CMS, которых я хотел бы сказать, это Drupal. Drupal делит первое и второе мнение с WordPress. То есть если WordPress создавался у начальника блоговая подхода, которая была расширена, то Drupal был сделан с несколько другим акцентом. Он был разработан как универсальная CMS, на базе которой можно реализовывать все, что угодно, включая блоги. Есть большое количество примеров. Ну вот, как сделать, например, сайт на Drupal, который будет очень сильно отличаться от того, что мы видим на сайте Drupal. Вот, к примеру. И что мы видим? Мы видим сайт университета Princeton. Ну, даже напоминание не это, что это Drupal, но мы видим Drupal 8. Смог диагностировать его, что это Drupal 8. И мы видим достаточно типовой подход. То есть меню, разделы, блоги, подписка, причем даже корзина с возможностью купить что-то. Есть разделы, которые сильно отличаются. Оформление может быть настраиваемым, а очень легко здесь переключается. Состав колонок, состав этих панелей Drupal настраивается также в визуальном виде. То есть мы просто перетаскиваем, куда можно поставить. И после этого пользователи, которые являются администрациями данной системы, они просто добавляют соответствующие разделы, соответствующие информации, причем можно поставить большое количество пользователей, которые будут администрировать свои разделы. То есть в этом смысле Drupal достаточно удобная CMS с большим количеством модулей и возможности гибко настроить по свой дизайн. Ну и, в принципе, консурслемы сейчас показывать не буду, потому что, к сожалению, они пока что-то сломали. Идея заключается в том, что мы разбиваем страницы на соответствующий сегмент и просто включаем, какого рода информация в таком разделе этой страницы мы будем продажать. Ну и таким образом мы можем добавлять, в принципе, что угодно. Итак, по текущей лекции. Первый сайт, который рекомендую, это OpenCMS. То есть OpenSource CMS – это возможность посмотреть, какие CMS есть. На русском языке CMS есть CMS-магазин. Есть вообще-то большое количество обзорных статей. Конкретно на Ruby, на Rails надо смотреть отдельные обзоры. Ну и самое главное, что надо вспомнить, перед тем, как разрабатывать какое-либо приложение, надо вообще-то посмотреть, а надо ли его разрабатывать. И достаточно взять уже готовое и сэкономить деньги заказчику, а также сэкономить свое время. Просто на минимальной конфигурировании. Если мы хотим долговременно поддерживать приложение, если мы хотим писать в модуле, то в этом случае мы уже разбираемся с языком программирования. И смотрим, какой язык программирования нам лучше взять для того, чтобы, например, реализовать те функции, которые хочет заказчик, и как нам легче, дешевле будет его обслуживать. Ну и, в общем-то, выбор сейчас среди CMS достаточно большой. А на этом текущую лекцию мне хотелось бы закончить. Спасибо за внимание.